Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и на продаже появилась картонная имба. Почему имба? Потому что очень бодрое классное орудие, а почему картонное? Потому что танковать нечем. Здесь нет брони абсолютно, поэтому в оборудовании первым делом ставьте себе обязательно улучшенную сборку. Это моя рекомендация, ни в коем случае не претендую на название главного командира того, как надо устанавливать. И ни в коем случае не говорю о том, что есть правильно или неправильно установленное оборудование. Играйте так, как вам комфортнее и приятнее. Просто говорю лишь о том, что улучшать броню там, где ее нет, смысла тоже нет. В отношении орудия, почему все очень классно? Потому что это восьмерка, которая имеет средний урон целых 460 единиц. Это действительно очень круто. И показатель по пробитию в 246, с которым в принципе против десяток там можно вполне спокойно сражаться. Угол склонения орудия вниз, минус 6, тоже довольно комфортно. Не самый имбовый показатель, но в бою более чем достаточно. Время перезарядки 9,8. Для такого урона тоже вполне себе нормальный баланс получается. Ну а в отношении времени сведения и разброса крайне комфортно и крайне приятно. Немецкая точность дает о себе знать довольно часто. Также стоит отметить, что здесь крайне бодрая подвижность. 55 вперед и 20 километров назад, что позволяет вовремя откатиться и не получить тычку в ответ. Но так или иначе, с учетом того, что, как я сказал, это полный картон, играется Скорпион исключительно как кустарная ПТшка. Не буду долго размусоливать. Возьму машину и поехали посмотрим, на что она реально способна. Что такое Скорпион? Скорпион это ПТха крайне неприятная для тех игроков, которые не умеют играть на картонной технике. В общем, если вас всегда и везде пробивают, если вы не умеете прятаться на время перезарядки, то, соответственно, данная тачка вам не понравится однозначно. Если вы все-таки любитель кустарного снайперинга, то эта машина зайдет вам на все 200. Главное продержаться в бою как можно дольше и вы гарантированно выходите из боя с крутым настрелом. По времени сведения, по точности, по пробитии орудия действительно великолепные. И любители немецкой техники поймут, о чем я говорю, когда говорю, что немецкая точность дает о себе знать. В общем, ребят, ПТха, безусловно, не для каждого игрока, но огромное количество игроков будут рады присутствию данной машины у них в ангарах. Сейчас машина есть на продаже за 8500 в голом состоянии, либо в составе набора вместе с TL7120 за 17500. Покупать набор за 17500 я не рекомендую, ну просто потому что там есть TL7120, который скорее всего вас расстроит, нежели порадует своим присутствием в ангаре. Ну а в отношении того, чтобы покупать конкретно Скорпиона за 8500 тоже не имеет никакого смысла, потому что реальная объективная цена на данную машину в районе 7500. Ну а иногда можно взять данную тачку за приемлемый ценник в составе какого-нибудь наборчика с легендарным внешним видом, с какими-нибудь дополнительными бустерами, днями, према или чем-то подобным. А иногда еще и могут какие-то контейнеры в комплекте положить. Поэтому за 8500, понятное дело, покупать тоже не имеет абсолютно никакого смысла. В общем, ребят, тачка интересная, классная, но, как показывает сейчас наш магазин, не совсем актуальная к приобретению именно в данный момент. Что вы можете делать на данной машине? Да по большому счету вы можете очень круто поддерживать свою команду, накидывая урон по их засвету, ну и, соответственно, таким образом приближать победу вашей команды. Единственное что, если ваша команда сливает, то сколько бы настрела вы не делали за бой, безусловно, вы ничего не зарешаете. Именно поэтому Скорпион крайне неоднозначная машина в отношении победы-поражений. Самостоятельно затащить на Скорпионе практически нереально. Да, есть хорошая скорострельность, да, есть классный урон, но как только вы попадаете под раздачу, как только вас начинают накидывать, больше вам в бою, скорее всего, делать нечего будет. Вот такая вот правда про Скорпиона и нравится она кому-то или нет, здесь не буду спорить. Факт остается фактом, что машина не является живучей, но является крайне результативной по настрелу. Здесь поражение, причем разгромное, но я не собираюсь вырезать данный бой из своего короткого обзора. По одной простой причине, потому что я хочу, чтобы вы видели танки такими, какие они есть на самом деле. И Скорпион именно такой самостоятельно зарешать не может, но является крайне крутым танком, ну а если быть точным, то крайне крутой ПТ-шкой поддержки, которая должна работать исключительно на третьей линии, по крайней мере, по моему скромному мнению. 3176 единиц урона, один уничтоженный соперник и это был бы очень крутой показатель с плохой, конечно, завершающей данного боя. Но в случае, если бы это была победа, то я точно так же занимал бы первое место в команде по урону, потому что накидал бы еще дополнительно уронщика и успел бы это сделать. Получил бы неплохой результат по фарму серебра и был бы с великолепным настроением. А так у меня остались исключительно позитивные впечатления от данного боя, просто потому что я смог довольно-таки классно по ПТ-шить и это меня, безусловно, очень сильно порадовало. Спасибо большое союзникам и соперникам за то, что составили мне кампанию в данном бою. Вам огромное спасибо за просмотр и очень взвешенно подходите к приобретению Скорпиона. Как я уже сказал, если картонные ПТ вам не по зубам, то скорее всего и покупать Скорпиона не имеет абсолютно никакого смысла. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, грамотных покупок, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.